МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проектный семинар по конкурсу благоустройства. Соответственно, к 2021 году в случае успеха мы сможем в городе получить полноценное общественное пространство. Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 94 сообщения о происшествиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощай, лагерь! Торжественное закрытие летней смены лагеря Круто. Мне очень жаль, что лагерь Круто, конечно, закрывается. Я бы хотела, чтобы он проводился все лето. А теперь об этих и других новостях подробнее. Уникальное смоленское предприятие выходит из кризиса. Россовский стекольный завод заработал на полную мощность. Конкурсное управление в рамках процедуры банкротства и смены собственника позволили сохранить уникальное предприятие. Из-за огромных долгов за потребление газа предприятие могло закончить свое существование. Возрождение стекольного производства Россоля стало ярким примером государственно-частного партнерства. Если бы не активная помощь и контроль региональных властей, предприятие банкрот было бы продано. Сегодня на заводе работает 750 человек. У завода есть перспективы, об этом говорят и рабочие, и руководство. И главное, завод находится в зоне внимания властей. На сегодняшний день удалось восстановить и нишу на рынке. Уже заключены долгосрочные договора на поставку продукции не только с российскими, но и с зарубежными крупными фирмами. Массовый переход европейской пищевой промышленности с пластика на стеклянную тару расширяют новые горизонты предприятия. Глава Десногорска Андрей Шубин и представители городских организаций провели плановое еженедельное совещание. Подробности далее. За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 155 вызовов. Инфекционные заболевания регистрируются на обычном уровне, что говорит о благоприятной обстановке в городе. Системы жизнеобеспечения Десногорска работают в штатном режиме. Нарушения и дефекты отсутствуют. Продолжаются ремонтные работы на автодорогах общего пользования. В рамках программы «Комфортная городская среда» в первый этап реконструкции вступил центральный пляж города. На что бы хотел обратить внимание управляющие организации, те, кто участвует в этой программе и комитет по городскому хозяйству. На организацию совместно с активом дома проведение субботника по благоустройству той территории, где у нас завершается работа. Это у нас первый проект номер один, седьмой проект номер два, и сейчас у нас по стадии идет третий проект номер два. Городской комитет по культуре и спорту подготовил для десногорцев два интересных мероприятия. 10 августа на баскетбольной площадке города состоится открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню физкультурника. 11 августа в 17-м году на городской летней эстралии состоится праздничный концерт, посвященный Дню строителей. Стала известна дата торжественного открытия детской площадки возле городского фонтана. Объект будет сдан в эксплуатацию 16 августа. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Смоленские дорожники обнародовали места размещения камер видеофиксации. Интерактивную карту комплексов фото-видеофиксации опубликовали на сайте Смоленска Автодора. Новый сервис позволит автомобилистам не только ознакомиться с нынешним размещением регистрационных устройств, но и оперативно узнать об установлении новых или перемещении старых камер на другое место. Система камер ГИБДД ежедневно фиксирует большое количество нарушений, позволяя выявлять и штрафовать нарушителей. Автодор предупреждает смолян, которые могут попытаться использовать интерактивную карту с преступными намерениями, что любые повреждения камер являются правонарушениями и будут наказываться. Малые города и исторические поселения – конкурс лучших проектов городского благоустройства. Чтобы принять в нем участие муниципальному образованию, необходимо подать на рассмотрение конкурсной комиссии проект создания своей комфортной городской среды. Как это сделать лучше – далее в сюжете. Комфортная городская среда продолжает оставаться одной из главных задач Десногорска. Новый шанс проявить заботу о родном городе у местных жителей появился 2 августа. В этот день состоялся проектный семинар по всероссийскому конкурсу «Малые города и исторические поселения». Жителям предлагалось подумать, какой бы они хотели видеть территорию набережной первого микрорайона, которая известна как Атомпарк. «Нам нужно совместно сегодня поработать над этой территорией, подумать, а что же мы там хотим видеть, каким образом эта территория должна развиваться и преображаться». Атомпарк выбран не случайно. Именно эту территорию жители Десногорска хотели бы благоустроить одну из первых. Это результаты проведенного опроса и анкетирований. Атомпарк должен стать культурным и досуговым центром города, местом, где отдыхающие всей семьей смогут с пользой привести свой досуг. Именно этот проект развития парка далее представят на конкурс «Малые города и исторические поселения». В этом поможет проектная группа, которую пригласил концерн «Росэнергоатом». От десногорцев в первую очередь требуется активное участие, то есть все их пожелания, все проблемы, которые они видят. Мы хотим их как бы вытащить наружу, без всяких секретов, то есть все для нас максимально открыть. Все это делается не просто так. На кону 75 миллионов рублей. Это федеральный грант победителю всероссийского конкурса. Лауреата выберет Минстрой России. Конкурс будет проведен зимой этого года. В случае успеха в следующий год будет проектирование и потом реализация. Соответственно, к 2021 году, в случае успеха, мы сможем в городе получить полноценное общественное пространство. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Эпидемия в Смоленском дошкольном учреждении избавляет обороты. Детский сад «Веснушка», в котором недавно отравилось более 50 детей, вновь продолжает работать в штатном режиме. Две недели назад у 18 детей и трех сотрудников был обнаружен сальмонеллез. Сейчас большая часть детей продолжает проходить лечение и ожидает результатов повторных анализов. Одновременно в детском саду проводится доследственная проверка Следственного комитета. Уже известно, что руководство сада понесет административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 94 сообщения о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 100 административных правонарушений, в том числе 73 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 18 человек. В Вязьме прошел военно-патриотический марафон. Более 50 участников пробежали по местам боевой славы в городе и финишировали на площади Ефремова у Вечного огня. Старт забега дал заместитель руководителя федерального казначейства. Его участниками стали сотрудники налоговой службы, Росреестра и специалисты военно-исторического общества. После забега они вместе с гостями и ветеранами Великой Отечественной войны возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания. Начался последний месяц летних каникул, а значит детский оздоровительный лагерь «Круто» заканчивает свою работу. На торжественном закрытии смены побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Закрытие лагеря состоялось 2 августа в главном штабе коллектива «Школе номер один». В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Воспитанники «Круто» провели ряд спортивных, творческих, профилактических и развлекательных мероприятий. Увлекательная и интересная программа пребывания в оздоровительном лагере наполнила детей жизненной энергией и здоровьем. Особый вклад в его жизнь внесли педагоги. Они создали для детей комфортные и безопасные условия, вели своих воспитанников по тропинке доброты. Нам, воспитателям, всегда радостно, когда дети идут к нам и стремятся. Вот у нас полный лагерь был, всю смену. Мы этому очень рады. Мы будем ждать их в следующем июле и постараемся сделать все, чтобы ребята смогли хорошо отдохнуть, оздоровиться и чтобы у всех было хорошее настроение. В качестве подарка взрослым дети организовали праздничный концерт. Молодые таланты отблагодарили воспитателей песнями, танцами и веселыми постановками. И если не найду пути обратно, на зазырну скучились, нужны не борются. Я не знал тогда, что будет завтра. Папа-папа-папа, сейчас тем более старше. За время пребывания в лагере некоторые ребята открыли в себе новые способности, получили массу положительных впечатлений. Многие крутыши покидали лагерь с большим сожалению. Мне очень жаль, что лагерь круто, конечно, закрывается. Я бы хотела, чтобы он проводился все лето. Лагерь очень веселый, мне понравился. На следующий год тоже приду и позову друзей. За активное участие в жизни лагеря воспитанники получили грамоты, благодарственные письма и сладкие подарки. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Смоляне вспомнили, как проходила оборона Смоленска более 200 лет назад. Участники клуба военно-исторической реконструкции показали, как мог происходить штурм крепости полками маршала Нея в начале Отечественной войны 1812 года. В выступлении приняли участие 25 реконструкторов из Смоленска и Белоруссии. Они продемонстрировали, как сражалась пехота и артиллерия. Комментировать баталию в Смоленск приехал известный военный историк и один из родоначальников военной реконструкции в России Александр Валькович. Вместе со смолянами, пройдя к памятникам, посвященным победе над Наполеоном, реконструкторы отдали почести героям 1812 года. А теперь коротко о погоде. 8 августа в Десногорске будет пасмурно, ожидается дождь и гроза. Днем плюс 21, ночью плюс 17. На сегодня это все новости, больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин